Коллеги, здравствуйте! Рядом со мной Анатолий Морозов, компания Defa Group. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы спикер нашей деловой сессии. Давайте немножечко расскажем о теме. Значит, тема деловой сессии – это рыбный рынок, какой он сегодня, его структура и что он сегодня претерпевает. Сессия закончилась, а это значит, что на ней были люди, они слушали вас воочию, но нам, конечно же, нашим зрителям в интернете хочется узнать подробности. Давайте тезис на каких-то моментах. Да, ну, слушайте, была очень интересная дискуссия, где за одним столом собрались те, кто рыбу ловит, те, кто рыбу перерабатывает, те, кто рыбу импортирует и те, кто продает, да. И, собственно говоря, был очень интересный диалог, который, я думаю, полезен всем в это непростое для нас время. Нам хочется узнать, насколько все хорошо будет с рыбой на наших прилавках. Поднимался ли такой вопрос, хотя бы вскользь? Да, слушайте, конечно, поднимался вопрос, и на самом деле здорово, что Россия сегодня вылавливает рыбы в достаточном количестве, которое необходимо для нашего покупателя. Но импорт, он тоже необходим, да, потому что это многообразие, это ассортимент и это право выбора нашего покупателя. Поэтому собственный вылов и импорт находятся немножко сегодня в разной ситуации. Если по вылову более-менее все стабильно и сегодня объемы вылова не уменьшаются, то импорт, конечно, значительно снизился. В силу определенных изменений, которые произошли, да, в геополитике. Вам, скорее всего, это более известно, чем мне, но мы все прекрасно помним белорусскую креветку, которая вдруг в какой-то момент у нас оказалась. Все, смеясь, об этом говорили, но при этом покупали. Было ли что-то подобное у нас? Слушайте, ну, наверное, возможны креветки из Казахстана, значит, еще из каких-то стран, которые входят в СНГ. Но это на самом деле юмор, а так в целом нужно сказать, что, конечно, сегодня импорт стал менее доступен, что, наверное, самый главный итог. И ясность по данному вопросу, наверное, будет только к осени, потому что сегодня нарушились цепочки поставок, то есть сегодня сложно платить. И многие поставщики находятся сегодня на стадии выбора, что же делать, продолжать работать с Россией или присоединиться к санкциям. То есть многие сегодня находятся в стадии выбора. Мы надеемся, этот выбор будет в нашу пользу. Спасибо вам большое за интересное общение, спасибо за вашу работу и надеюсь, на прилавках всегда будет вкусная, потрясающая рыба. Спасибо огромное. Конечно. Спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо.